Вас приветствует BAB Project и с вами по-прежнему я, Хайрулин Эдуард. Сегодня мы познакомимся с танцевальным клубом Таланта, руководители Светлана Лесняк и Дмитрий Шипилов. Но это еще не все. Сегодня здесь работает приглашенный педагог Тимур Имамендинов. Прошу! Мама, я в телевизоре. Ой, на ютубе подписывайтесь, ставьте лайки. С нами самая младшая группа танцевального клуба Таланто. Привет, ребят! Здравствуйте! Как ваше настроение? Хорошо. Что вы сейчас сделали? Чем занимались? Растяжка. Растяжка. Как вы считаете, растяжка важна для танцора? Да. Как вы считаете, что самое важное в занятиях бальными танцами? Ручку. Выносливость. Ну, это сила и вообще уверенность, наверное, эмоции в танце очень важны. Я так смотрю, все очень важно в бальных танцах. Так. Всегда должно быть желание, если ты хочешь танцевать, потому что без него ты ничего не сможешь достигнуть. А ты как считаешь? Нужно стараться очень сильно и любить это делать. А ты как думаешь? Я думаю, что надо, ну, стараться сильно. Сильно стараться, все правильно. А кто знает, как зовут ваших тренеров? Дима и Света. Света. Молодец. Кто у вас сейчас урок проводил? Анита. Какое направление она у вас ведет? Хореографию и вообще тренирует руки, чтобы правильно работали. А это, как мы знаем, очень и очень важно. Ну что, друзья, я вам всем желаю стать чемпионами, стараться трудиться, ну и обязательно добиться своей цели. С нами была самая младшая группа танцевального клуба Таланто. Ваши аплодисменты! Хореограф студии Таланто Анита Долгова. Анита, здравствуйте. Добрый вечер. Анита, да, очень приятно. Скажите, в чем важность заниматься дополнительной дисциплиной такой, как хореография? Ну, у нас, во-первых, не только хореография, я еще занимаюсь физическим совершенствованием. Это очень важно, вот, потому что, несмотря на то, что танцевальный спорт для меня – это прежде всего искусство, потому что я еще работаю в балете очень много лет, вот, и для меня все равно любое движение, любой танец – это искусство, да. Но, к сожалению, без физики и без силы, да, достичь каких-то высоких результатов достаточно сложно. И как ученики поддаются? Все зависит от желания, на самом деле. Кто себя уже видит больше профессионально, где-то там, на высоких каких-то соревнованиях, они просто танцуют в зале. Им это больше интересно, чем просто дети, которые ходят сюда для удовольствия. Потому что физический труд – это физический труд, да, физическое совершенствование – это большая работа. Вот, да, и здесь у нас талант – это такая для меня даже некая лаборатория, да, того, что я внедряю все эти виды, различные виды подготовки, да, внедряя в, ну, так сказать, танцевальный процесс, потому что это немножко сложно, когда у людей свой график, внедрить еще свои вещи, потому что это достаточно тяжело физически, да, когда ты танцуешь прогон, либо из тебя еще танцевать прогон, а ты должен еще поработать над своими физическими качествами, над силой, гибкостью и так далее. А какая основная проблема встречается с танцорами? Основная проблема – чего в смысле? Ну, над чем больше приходится, на что делать акцент? Ну, по статистике. Нет, статистики, у людей столько всего. У кого гибкость, у кого сила, у кого выносливость, у кого просто не хватает концентрации внимания, у кого координации. А сколько лет вы уже занимаетесь с бальными танцорами? Ну, с бальными танцорами, если я не ошибаюсь, наверное, лет восемь, наверное, да, лет восемь, да. А так я достаточно давно работаю с артистами балета Мариинско-Механского театра, с ученицами Лагановского училища, да, это наше балетное училище. Вот, и, в принципе, оттуда перенимаю опыт. То есть, ну, я сама художественная гимнастка, да, и у меня уже постепенно так трансформируется мой опыт. Вот, вначале трансформироваться в балет, да, очень много лет я работал с балетом, у меня же своя методика есть, да. Ну, не скажу, что это балетная гимнастика, такое слово не очень, наверное, правильное, но больше понятное для зрителя, да. Вот, и также потом меня вот пригласили попробовать, и, знаете, мне понравилось, потому что танцевальный спорт, он гораздо шире, чем людям кажется по телевизору, да. Как так получилось, что вы пришли заниматься с бальниками? Даже не помню, если честно, кто-то... Первые ученики или первый клуб, где работали? Это мой первый клуб здесь, да. Я вначале работала сама, кто-то мне позвонил и попросил, девчонки хотят, ну, растянуть, сделать такую же красивую стопу, как у тебя. Я говорю, окей, хорошо. Ну, и на базе того места, где я на тот момент работала, я её пригласила, и просто зарядилась энергетикой. Конечно, танцоры, бальный спорт, ну, танцевальный спорт — это отдельная энергетика. То есть она зашла, и я поняла, что я хочу. Ходите на турниры? Хожу по возможности. Редко получается, но... Ну, стараюсь, в общем. Стараюсь. Спасибо. С нами была Анита Долгова. Инструкция, да? Я родился красивым, конечно, со всех сторон шикарный. У меня нет рабочей стороны, не все рабочие. Не только, как девушка, встань с рабочей стороной, да? Я не понимаю, что это значит. Ладно, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, что, рассказывайте, какие жалобы? Вашему вниманию Светлана Лесняк и Дмитрий Шипилов. Я вас приветствую. И в первую очередь хочется спросить, как давно вы работаете вместе? Ну, вообще, мы друг друга знаем уже очень-очень-очень много лет. Если говорить, сколько мы работаем просто вместе с парами, да, то есть не говоря про клуб, порядка 12 лет уже. Даже, наверное, можно побольше, да, 13 лет. А клуб мы организовали пять с половиной лет назад. Ну, вот мы отметили как раз-таки в прошлый январь, да, мы отмечали юбилей. У нас было пять лет клубу, поэтому вот так вот. А как так получилось, что вы начали вместе работать? Ну, видимо, сошлись звезды, да, сошлись какие-то интересы определенные, творческие какие-то возможности, мне кажется. Ну, и по ходу взгляды у вас сошлись, да, раз уж... Ну, все равно. Но в противоречиях есть какие-то плюсы, мне кажется. Да, согласен. Я могу сказать, что ваши ребята, в первую очередь, отличаются определенным стилем. Специально какой-то акцент делаете на то, чтобы они выделялись среди других ребят? Или у самих стиль какой-то индивидуальный? Как так получается? Ну, не знаю, мне кажется, что просто у нас определенный свой есть взгляд, да, и мы ставим приоритет на то, что мы считаем нужным, выделить какие-то моменты. Ну, не знаю, так мы просто работаем. Ребята, слушайте, у вас отличное чувство юмора, поэтому, я думаю, вы так давно... Вот на этом мы и держимся, да, спрашиваешь, на чем, конечно, да, вот, ну... Не, потому что ребята к нам приходят, как бы, бывает очень поздно, да, то есть бывают молодежи, бывают позже, и, как бы, хотят сразу каких-то результатов. И потом за какой-то определенный момент они получают результаты, и у них начинаешь планка съезжать, да, своя, они хотят чего-то большего. Но база закладывается, мне кажется, венеров-1, венеров-2. А если ты не получаешь эту базу, то потом какой-то на какой-то результат претендовать очень сложно. И, как бы, как сказать, выходящий поезд очень сложно запрыгнуть, мне так кажется. Почти невозможно. Да, но мы, как бы, пытаемся. Скажите, а какие дисциплины вы считаете важны для танцоров, дополнительные для бальников? Физическая подготовка. Потому что, вот я смотрел, моя пара танцевала на хорошем учении в конкурсе, я понимал, что она танцует вообще не в музыку. Мне было очень стыдно, но они заняли третье место там просто. Понимаете, как бы, и бывает желание, оно перекрывает... Ну, у них просто была очень хорошая физическая подготовка, да. Только за счет физической подготовки, да, выносливость и платье красивое. То есть нужно за короткие подготовки и сделать очень хороший результат. А так не бывает, к сожалению. То есть и мы, получается, качеством немножко, так сказать... Теряем качество. Теряем качество. Теряем качество, да. Нам говорят, нам нужно... Да, то есть приходит человек, приходит там пара или просто человек, да. И мы понимаем, что уже возраст... Поджимает. Поджимает, да. То есть это не семилетний какой-то ребенок, не там даже не десятилетний, да. И родители говорят, вот хотим, прям хотим, хотим, хотим. Знаем, что вы можете, да, в короткие сроки. Вот, давайте, да. И мы жертвуя, допустим, какими-то техническими аспектами, да. Каким-то видением, да. И мы делаем такие спецэффекты, да, для того, чтобы, ну, хоть как-то помочь уже танцорам, которые, ну, ничего, к сожалению, там... Вылечить больного нужно срочно, реанимировать, называется. Сначала картинка, а потом уже... Сначала картинка, да. И поэтому почему-то закрепилось такое мнение, да, что мы там можем только картинку сделать. На самом деле мы безумно любим копаться в технике, да. Мы сами тренируемся, мы обожаем вот это все видение, да. Мы выросли на этих педагогах, мы занимались этими педагогами. Да, да, тот же самый, как бы, Донни Бёрнс, та же самая Тонна, да. Эспен Салберт, да, это наши педагоги, с которыми мы непосредственно Колин Джеймс занимались. Вот, и поэтому... Но так как приходит пара и говорит, вот мне надо быстрее, быстрее сделать, давайте там получить кандидата в мастера спорта, получить мастера спорта, нам бы вот так вот, да, и мы пытаемся все это быстрее, быстрее, быстрее сделать, да, и, ну, соответственно, как можем. Ну, то и получаем, получаем некачество, получаем как бы пустую картинку получать. Да, получаем пустую картинку. Ну, вот сейчас уже, когда мы открыли клуб, мы набрали уже наше поколение маленькое... Свои детские пары, и я хочу сказать, что мы сразу начали их тренировать, да, то есть мы не стали их отдавать никому, да, вот каким-то нашим ребятам, тренерам-инструкторам, да, нашим ученикам, мы просто взяли, сразу начали их тренировать, да, и я понимаю, что там за 3-4 года дети просто танцуют и делают такие вещи, ну, мы сами даже удивляемся, ничего себе, неужели они это умеют, да, то есть если правильно взять, правильно тренировать, да, даже вот с малых лет, тогда уже это и техника, и качество, и дети делают даже ведение, вот в детях 2, да, уже всё, уже понимают, где бедро, где стопак, да, где давление, где растяжение, им это интересно, они готовы пробовать, да, то есть, допустим, приходят к нам старшие спортсмены, да, и они боятся чего-то, да, они боятся попробовать каких-то новых движений, каких-то новых элементов, дети прям всё вот берут, повторяют, хотят, да, поэтому... Ты правильно учишь, постепенно, равномерно даётся правильная информация, идёт правильный рост, нет такого скачка, который, как говорится, что нам, к нам приходят с Б-классом в молодёжи, говорит, нам нужен там, я не знаю, нам известный... Нам нужен наш класс, вот что хотите, то и делайте, мы готовы заниматься, вот, ну, и, конечно же, мы, да, то есть, мы как... ну, это наша фишка, да, когда вот приходят пары, действительно, прям парами переходят из клубов, да, и говорят, мы знаем, что вы так умеете делать, сделайте нам, и вот за год надо сделать вот этот продукт, да, и как ты хочешь, хоть там стойка на голове, хоть шпагат, хоть что-то, но надо сделать, а каждый продукт, да, каждая пара, особенно каждый партнёр, да, это подготовка, ну, это годами сколько... Ну, как говорится, как говорится, чтобы хорошего партнёра сделать, нужно 10 лет, а чтобы хорошая партнёрша сделать, нужно 2 года, да, такая немножко, как бы, интересная фраза, но мне эту фразу говорили, как бы, многие английские педагоги, значит, и в этом есть, как бы, своя доля, как бы, правды, да, определённая. И мы понимаем иногда, что у нас просто нету... У нас даже 5 лет нету, да, вот сейчас, ну, даже 2 иногда лет нету, потому что, ну, если ты не дашь, как это правильно сказать, не родителю, не дашь шанс человеку, которому уже 15-16 лет, он верит, да, он пришёл, он хочет, и ты пытаешься... Слепить. Слепить, да, 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 то есть вот, ну, в этом как раз, я не знаю, наше самое, наверное, может быть, и проблема, на самом деле. А может быть, и проблема, да. Ты понимаешь, почему, да, вот это отличие? Не потому что мы что-то там как-то, да, 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 нет, да, просто чтобы это было ярко, красиво, запоминающееся, да, и даже у пар, там, тех же самых Б-класса, чтобы они хоть чем-то выделялись на высоком уровне, они просто вышли и станцевали. Ну, с Элистопфорда, по-моему, я не помню, в такой старой студии, висел такой плакат, «Сначала войди в финал, потом учись танцевать». Да, да. Я, как бы, не согласен был, когда танцевал, да, когда я спал педагогом, я понимаю, про что это, да, то есть, как бы, есть очень много хороших пар, которые классно танцуют, с хорошей техникой, но они вообще не запоминаются. А есть пары, которые, в принципе, ну, плохо танцуют, да, но они имеют индивидуальность, да. Я не могу сказать, что мы там супер какие-то технические пары там делаем, да, но наши пары имеют индивидуальность. Я считаю, что в нашем виде спорта это самое главное. Да, да, это действительно так, я полностью согласна. Сейчас у вас работает Тимур Имамеддинов. Почему Тимур? Почему Имамеддинов? Ну, Тимур, я знаю, как бы, я занимался у его первого педагога в своё время, да, значит, и мы там, как бы, я его знаю с детских лет, вот так говорят. То есть, как бы, ну, как бы, вырос я немножко постарше его, да? Ну, да, мы его, во-первых, очень давно знаем, во-вторых, он прекрасный человек с потрясающими, ну, качествами, да, и, в-третьих, когда мы думали с Димой, да, возвращаясь, опять-таки, к финалу чемпионата мира, да, мы думали, с какой парой вести сотрудничество и что нам нравится. И нам именно, вот когда Тимур танцевал с Ниной, да, Беззубовой, нам нравилась эта пара. Это был мужчина, это была женщина. Спасибо, ребят. Спасибо, было здорово, было очень искренне. Мы можем еще с вами поговорить. С нами были Дима Шепилов и Света Лесняк, руководители клуба «Таланта». «Таланта» Ребятки, давайте начнем с того, что вы представитесь. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Фролов. Мария Гусева. Отлично. За какой клуб вы работаете, точнее, танцуете? За какой клуб? Мы танцуем за самый лучший латинский клуб Питера «Таланта». «Таланта». А почему «Таланта»? Потому что... Все талантливые. Такой каламбур, как бы, от моей прекрасной любимой партнерши. Потому что это самый лучший клуб латинский в Питере. В Питере мы не знаем лучше тренеров, лучше состава. Надо было сказать, мы не знаем больше клубов. В Питере больше клубов нет. В Питере, потому что он затмевает остальные клубы. Окей. Почему латина тогда? Слушайте, это долгая такая история. У меня со стандартом отдельное вообще отношение. Будем кратки, да? Не пошел. Я бы не сказала. Просто, что к сердцу ближе, то и выбираем. Окей. Сегодня прошел у вас урок, лекция с Тимуром Имамеддиновым. Поэтому, что вам конкретно нравится в занятиях с Тимуром? Это отдельные эмоции. Взгляд со стороны от другого тренера. То есть, если мои тренеры, они меня уже знают, то мне очень важно получить мнение другого тренера. Тем более, такого и авторитетного. Конечно. Тем более, третьего чувака в мире. Это однозначно. Цитата великих людей. Тимура Имамеддинов. Третий чувак в мире. Окей. Я скажу, да, свое по поводу Тимура? Сегодня мега было круто. То есть, я занимался с Тимуром где-то год назад. Помню, что он к нам приезжал. Но как-то сегодня было по-особенному. Я думаю, из-за того, что у меня новое партнерство, рядом со мной новая, прекрасная, крутая девочка, которую я просто обожаю. И я думаю, это тоже играет какую-то роль. То есть, то, как мы вместе раскрылись, вообще однозначно влияет. А Тимур, как обычно, прекрасен, хорош, крутая информация, все четко и по делу. Ребят, что за румба, что за огонь в глазах, что за страсть. Я не мог отвести от вас камеры. Мы просто любим танцевать. Это просто эмоции. Я думаю, это так. Мы просто любим, когда нас снимает камера. Мы любим танцевать друг для друга, для камеры, для зрителей. Друг с другом. И румбу. Наверное, румба наш любимый танец. Я лично за себя скажу. Да. Однозначно, да. Ладно, ребята, я вам желаю успехов. Желаю, чтобы не только румба, чтобы все ваши танцы были наполнены той страстью, теми эмоциями, которые вы наполняете и румбу, и вообще состояние свое внутреннее душевное. Поэтому, ребят, вам успехов, удачи. И желательно, чтобы вы, конечно, подписались на канал BAB Project. Это лучшее камера. Спасибо большое. Все, ребята. Спасибо большое. Все, счастливо. Всем до скорых встреч. Пока. Три богатыря. Давайте представимся. Гавриш Никита Денисович. Куликов Ян Тимурович. Салий Владислав Олегович. Хайрулин Эдуард Эльдусович. Раз уж мы так официально все заговорили. Ну, друзья, давайте быстренько пройдемся. Самый твой любимый танец? Самбо. Румба. Ча-ча-ча. Так, я смотрю, латинисты у нас собрались. А как вы относитесь к европейской программе? Отлично. Стандартная. Отлично. Вот такой вопрос. Кем бы ты хотел стать? Чемпионом мира по латиноамериканской программе или чемпионом мира по десяти танцам? Вообще лучше всего стать и добиться хороших успехов по десятке. Мне тоже нравится вариант 10 танцев, потому что там и европейская программа, и латиноамериканская. Значит, тут вдвойне лучше. Я солидарен с нашими пацанами. Самое главное, когда в коллективе есть солидарность и взаимоуважение. Так, ребят, давайте немножечко про ваших партнёж поговорим. Самое хорошее качество в ваших партнёжах? Давайте по одному опять же. Старания. Выносовость. Умные. Ты про всех партнёжах знаешь. Молодец. Так, а теперь немножечко посекретничаем. Самое отрицательное качество ваших партнёжах. Мы им не расскажем. Очень много бомбит. Отлично. Всё отрицает. Иногда вредничает. Но всё равно мы их... Любим. Мы ненавидим. Уважаем. Отлично. Что бы ты хотел пожелать своим тренерам? Скажи, пожалуйста. И давайте каждый. Здоровья хороших учеников. Чтобы все у них учились шикарно и все были чемпионами мира. Хорошего настроения и весёлых учеников. А для этого вы им в этом поможете. Верно? Да. Я вам говорю огромное спасибо за сотрудничество. Мы с вами ещё увидимся. Спасибо. Ну давайте, представьтесь. Евгений Игумнов. Колгина Анастасия. Евгений, Анастасия, как вам, Тимур? Очень глубоко, очень профессионально. Да, самое главное, профессионально. Какие у вас планы? Есть какая-нибудь цель, какой-то результат, которого вы хотели бы достичь? Мы, да, мы недавно обсуждали. Мы оставим это в секрете. Да, это наша цель, которой мы будем придерживаться, к ней идти, стараться и тренироваться. Так что примерно просто так. А что нужно для достижения вашей цели? Самое главное, наверное, это команда. Команда, которая у нас есть. Это наш клуб, это наши педагоги. Дмитрий Шипилов и Светлана Лесняк, также и Тимур Мамединов. И ребята, которые нас поддерживают, это тоже наша команда. Мой партнёр, партнёрша. Да, это, наверное, самое главное. И вера, вера педагогов в нас, и наша вера в педагогов. И в себя. Да, в себя. Думали. Достаточно актуальный и частый от меня вопрос. Касаемо дополнительных дисциплин для бальников, что для вас важно, чем занимаетесь вы дополнительно? Мы занимаемся персонально ОФП, занимаемся с тренером. Мы занимаемся персонально растяжкой с тренером. Так что такое, в принципе, у нас разнообразие. Танц, растяжка, ОФП. Да, физическая подготовка, я считаю, что очень важно, так как мы сами уже тренеры и тоже воспитываем подрастающее поколение. И я считаю, что и растяжка, и физическая подготовка, также можно включать плавание, массаж. В принципе, на всё, что хватает время и деньги, можно использовать в бальных танцах. Это очень сильно помогает. А вы учитесь или уже закончили? Я закончил в этом году. Я дипломированный специалист. В области? Ну, педагог, тренер, да, больного танца. Так что как-то так. Университет Лесгов-то закончил в этом году. Да, я заканчиваю второе учебное заведение. Первое у меня училище культуры. Я педагог народных танцев. И вот второе уже по профилю бального танца, чтобы потом уже быть судьёй, тренером и развиваться уже в этой области. Есть что ещё сказать? Спасибо вам, что вы пришли к нам, подняли нам настроение, зарядили нас. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Колокольчик. Какие вы прелестники. Вас даже не пришлось просить говорить эту фразу. Такой нескромный вопрос. Подписаны ли вы на мой канал? Я не зарегистрирована в Ютубе, но я регулярно смотрю ваш канал. Это приятно. Да. Просмотр от меня у вас есть. Ну, подписки, я так понимаю, нет. Ну, подписаны, конечно. Наш клуб здесь подписан. Я специально отдельный круг «Голокам» создал, чтобы зрители подписаться. Господа, я вам желаю успехов, обязательно добиться своей цели, и у вас всё получится. Только вперёд и ни шагу назад. Спасибо большое. И тысяча подписчиков у вас тоже будет. Да, тысяча подписчиков – это вот первая планочка, но что-то вас шевелить всех очень сложно, честно. Точно, это же надо говорить. Все хорошие блогеры говорят о том, что, извините, процент просмотров выше, чем подписок. Верно? Надо подтянуть подписки. Ребят, надо подтянуть подписки. Ребят, я с вами прощаюсь. И успехов. Увидимся с вами в ближайшем будущем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин